вот показывал вот это все уже неоднократно надеюсь это будет последний раз когда это показываю это все вот вот эту хрень на гримах gd-40 cc которая такая уникальная вот с металлической базой и чё где откуда у меня появилось все же рассказывал показывал еще раз да то есть когда мне это три года почти назад магазина была хрень привезена я сразу начал искать расходку первое что мне нашлось это вот штилевые цепи 13 рмс вот такие вот единственно что они шли по 64 звена переклипал под 58 не проблема про переклепывание потом попозже да что дальше появилась у меня хусковская цепь хускар наш 00 тоже человек один подсказал я их взял спасибо ему появились продажи не за дорого можно было брать потом продагрязка исчезли пытался с звездами и с шинами вопрос найти у меня шину иногда пыталась сделать вот так вот подклеп под под подклепывал нагрузка приличная была но смазка делает свое дело износ может быть небольшой пиковская гарнитура мне пришла по них почему на нее хочу перейти чуть позже тоже объясню звезды и появились вот такая вот кольцевая под барабан на 9 зубов потом вот такая на 7 зубов уже под нужной посадочная как оказалось вот эта звезда дружит исключительно с пиковской цепью а родная звезда дружит исключительно с 1 4 свете если пытаться эту звезду использовать на этой цепи или эту звезду использовать на этой цепи они чуть-чуть не совпадает и что-то из них очень быстро кончится вот эта кольцевая звезда как оказалось очень удивительно, работает прекрасно и с этой и с этой цепью. Ну, достаточно как-то ведущие звенья у нее хорошо идет. Вот нашел под нее барабан, да, вот такая херь мне еще едет. А почему обрежу, запрессую и буду с ней работать, потому что тут 7, скорость меньше, тут 9, будет нормальная скорость. Дальше, что потом появился лот у китайцев на Алиэкспрессе напрямую вот на вот этот оригинальный комплект ведущей звезды, да, за скромный ценник почти три косаря. Они, правда, иногда скидки делают, я поржал, аж 50%, 1500 рублей, ну, чуть меньше, бери, не хочу. Не хочу, потому что мне под той видяхой написал человек один, нахрена, собственно, но если есть вот такое. И все параметры написал, артикул, все точно, под какую пилу он идет, под какие пилы ошибочно, может, и вот я как это все увидел, сразу же, естественно, задача, большое спасибо этому человеку, вот этот коммент, можете пойти и сами тоже выразить ему спасибо. Ну, у меня, как оказалось, в то время как раз был кореш в Москве, я быстренько поисковик нагрузил по нужному артикулу, и там несколько магазинов, 4, по-моему, что-то магазина нашел в Москве, где предлагал себе самовывоз, его это делать, чтобы можно было пощупать прямо руками эту звезду, чтобы она нужная была, да, чтобы не подсунули не под тот шаг. И пишу ему, так и сяк, попробуй, пожалуйста, он, давай, названивать, ни у кого из них вот прямо сейчас вот нельзя с самовывозом приехать и забрать. Я хотел их вообще там штуки 4 сразу взять за такой-то ценник. Ценник на них был реально там смешной, от 200 до 350 рублей, да, ну, сравните. В итоге он психанул, у него уже самолет был обратный в Иркутск, и просто сделал курьерскую доставку, ну, заказ с курьерской доставкой по артикулу, ну, вот, две звезды мне приехало. Такая же почти звезда. По части вот зубьев она вот такая же, да, 9 зубов, такая же посадочная, такая же толщина, вот. Прекрасно, вот, садится она на мотор сюда, на вал. Но ценник, смешной ценник, кто и делает эту замечательную звезду по такому ценнику. А вот кто-то делает эту звезду. Вот это херь, потому что другой шаг, скорее всего. Вот правильная цифра. 1, 9, 8, 2, 5, 9, тире 2. Идет на карвинговую пилу, специальную. Карвинговая шина там стоит, да, ну, 1,4 как раз таки, где оно вот и работает. Поэтому без проблем, теперь можно заказывать и ставить, если у кого-то сильно что-то износилось. На удивление, на удивление, хорошо держится родная звезда. Я думал, сильно раньше кончится. Шины, цепи. Цепи, как уже говорил, я еще раньше заметил в продаже, появились сейчас вот, ну, не так давно. У официальных дилеров, и не только у них, по артикулу забиваете и находите в поисковике. Шины стали появляться, тоже вот на днях зашел к официальным дилерам. И у них есть предложение шин. Не исключено, что все эти, это просто интернет-дилеры того же Грина, что все они тоже могут с одного сплата тариться. Но я думаю, все равно этот вопрос решаемый. С утра сегодня в шоу, 6 магазинов предлагают и то, и то. Цепи под 999 рублей, шины по 1150 рублей. 2, 9, 4, 9, 2, 0, 7. 2, 9, 4, 9, 3, 0, 7. Волшебные цифры. То есть, за вменяемые деньги всю расходку теперь фактически можно заказывать. Что касается моего предпочтения. Да, мне с самого начала предлагали перейти на 3,8. Кто-то там говорил, что я переставил. Не вопрос, берете таким посадочным под шаг нужный, хоть по 325, хоть по 375 цепи. Звезду, шины, цепи, склепываете по нужной длине, хоть какой длины, там эту можно гарнитуру сделать и гоняете. Но мне это не надо. У меня другие задачи. Опять же вопрос задавал там. Можно ли поставить сюда шину там 30-35 сантиметров? Потому что типа бывает там надо 2-3 пропила буквально сделать. Ну, с этой уже можно полметра типа заводить, как обычно все пишут. Можно? Конечно, можно поставить туда. Хоть что? Хоть 404 можно поставить. Вопрос, как это будет перейти, как это будет грузить мотор и батарею. Вряд ли вы будете, имея такой комплекс, ставить исключительно в тех случаях, когда вот там 2-3 раза надо будет пропилить. Поставите, скорее всего, длиннее будете дубасить постоянно. Ну, ничего не могу сказать, как это скажется. Я думаю, все равно это будет меньшая долговечность мотора. На 1-4 длинные шины вы хрен найдете. Просто-напросто. Вот и все. Вот даже пиковская, по-моему, 30 сантиметров максимум я находил. 25 и 30 есть. А 1-4, я не знаю, у кого есть. У китайцев, может быть, вот, да. Я покороче взял комплекс Алиэкспресса. Может быть, там и подлиннее есть, но все равно. Сложно, очень сложно. Под другой шаг не вопрос. Почему я хожу перейти на пиковскую? Потому что она тоньше. Она легче идет в пропил. Она точнее держит пропил. Не рвет деревесину, да. Вот когда пытаешься 3,8. Даже 1,4 у меня была видяха, где я пилил вот этой гарнитурой, высоторезом с 3,8 и ручной таджимой. Видно было прекрасно, как рвет высоторез с древесиной. Мне такого нахрен не надо. Вот эта штука очень аккуратно, очень спил делает. У меня бывает задача делать санитарную, там, хранирующую обрезку. Сухие тучи и все. И надо очень точно возле ствола, или не только возле ствола, возле разветвления делать спил. Поэтому вот эта штука гораздо более предпочтительна. Не швыряет, не бросает, точно пилит. Аккуратный срез. Вот и все. Если бы чисто был под снос, ну да, вот я уже упоминал пилу, помните, да, которая 48 ТХ, которая там по 2 киловатта, 3,8 там уже цель, да. Ну да, прекрасно. Но вот эта вот, она легче, компактнее, и под спил гораздо больше идет. Я вообще даже в ствол не гоняю никогда на всю длину. Она меня пилит там буквально 10-15 сантиметров. Ну, крайне редко я могу там спилить что-нибудь большое. Крайне. Поэтому вот покороче даже предпочтительнее. Вот кто-то мне, кстати, там наехал, типа, а нихренел ли предлагать ей такой вариант? Ты видел, сколько эта шина стоит? Да, я видел, сколько эта шина стоит. 1300 она стоит, потому что это роломатик. А это не карвинг. Вот, штиляясь, вот с надписью карвинг, вот да, та стоит под 7 косарей. А мне надо ее брать, нахрен она не нужна. Вот, что тут дальше у меня еще? Укорачивание цепель, кто-то там тоже писал. Покажи, как укорачивание. Да элементарно все это укорачивается. У меня, например, есть вот такой ручной набор. Можно это делать, да? Кто-то умудряется и другими способами, кто-то и без набора. Чаще всего это проще отойти, отнести в сервис. Там на станке расклепают соединительные звенья, вытянут лишние звенья, возьмут новые вилочки-щечки, заклепают нужной длины цепи. Единственное, что вот на 1,4 и пиковскую это вот может быть проблема быть с новыми щечками. Ну, если аккуратно расклепать, вот может быть получится и повторно ту же 1,4 и вот закатай, да? Один разик хотя бы. С пиковской вообще смешно. Она ни в станок не лезет, ни моим набором оно не расклепывается. Ну, понятно, да, как я с ней поступил. Собственно, с другими размерами тоже можно так же поступать. Единственное, что без вариантов новой соединительной уже нужно и просто керником маленько заклепывается. Все. В сервисе недорогих денег либо своими силами. Элементарно. Ну, все, осветил. Больше, надеюсь, это уже ничего показывать не буду. Единственное, что вот в собранном комплекте вот это, да, с этим, вот это. Ну, когда уже буду пилить. Тогда еще это покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...